19 ноября 1875 года на свет появился Михаил Иванович Калинин. Рабочий и одновременно крестьянин, большевик, долголетний, 27 лет он был у руля советского государства, долголетний руководитель советской власти, тогдашней советской законодательной вертикали. С юных лет он активно участвовал в революционном движении, никогда не порывался своими крестьянскими корнями и даже взятый в город в качестве лакея коммердинера своего барина, читал, приобщался к культуре, не забывая о том, что он не просто рабочий, впоследствии он стал рабочим на промышленных предприятиях Петербурга и Ревеля, но и рабочий с крестьянскими корнями. И именно это его качество, нечастое, скажем, прямо среди большевиков обеспечивало ему понимание нужд русского крестьянства, деревни в сочетании с нуждами и требованиями диктатуры пролетариата. Аресты, ссылки, подпольная работа, активная роль в Петрограде в революционном 1917 году, где он был на альтернативных избранных выборах в августе этого года 1917 избран гласным Петроградской городской думы. Тогда же Анатолий Васильевич Луначарский был как председатель фракции большевиков и тоже гласный Петроградской городской думы, стал товарищем председателя ее избран, то есть вице-спикером, а Калинин занимался городским хозяйством. В 2018 году, когда в разгар пенсионных протестов прорвало канализацию на финляндском вокзале, долгая была история, сам видел эти фонтаны, выяснилось, что прорванные трубы пролежали ни много ни мало без аварий 101 год. Их укладывал осенью 1917 года трудовой коллектив, который контролировал и возглавлял никто иной, как гласный Петроградской городской думы Михаил Иванович Калинин. Вот крепкий хозяйственник, 101 год пролежали трубы. Разве нынешним, в кавычках, крепким хозяйственником, типа Лужкова и прочих, это под силу, очевидно, что нет. А все очень просто, потому что думал Михаил Иванович Калинин об интересах города, об интересах трудящегося большинства горожан, работал честно, от других того же требовал, сам не воровал и другим не давал. И в этом принципиальная разница между советским коммунальным деятелем Михаил Ивановичем Калининым и теми, кто сейчас ведет укладку бушных труб в качестве новых, из-за чего, например, в нашем микрорайоне только за октябрь четырежды отключалось тепло из-за аварии. Это только один небольшой микрорайон, где я живу. Далее карьера Калинина стала принимать политический характер. Когда в марте 1919 года умер Яков Михайлович Свердлов, Лев Давыдович Троцкий рекомендовал Калинина на пост, который занимал до этого Свердлов на пост председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Съезда Советов. Дискуссия на пленуме ЦК РКПБ была острая. Калинин прошел большинством всего лишь в один голос, но по поручению Ленина, по поручению пленума ЦК, руководитель большевистской фракции на съезде Совета Всероссийском Лев Борисович Каменев внес его кандидатуру. Итак, в марте 1919 года Михаил Иванович Калинин возглавил советскую власть. До марта 1946 года был председателем сперва в ЦИК, затем Центрального Исполнительного Комитета Союза СССР, затем Президиума Верховного Совета СССР. И в этом качестве много сделал для смычки рабочих и крестьян, для укрепления советского государства. И уже совсем больным, нездоровым в годы Великой Отечественной войны активно выступал с речами в качестве пропагандиста, агитатора. Скажем, в январе 1945 года, 28 января, он приезжал в Ленинград, чтобы вручить нашему городу, тогда еще героическому Ленинграду, но не городу, герою, орден Ленина за блокаду, за подвиг боевой и трудовой в годы Великой Отечественной войны. И те, кто был тогда и видел выступление Калинина, делились своими впечатлениями о том, какое это на них произвело огромное позитивное влияние. Да, безусловно, у Михаила Ивановича Калинина были свои человеческие слабости, были ошибки, которые активно использовали, скажем, то, что он в 1900 году совсем молодым во время ареста царскими полицейскими жандармами. Был излишне откровенен, слишком подробные показания дал, использовалось против него во время дискуссий 1928-1929 года, когда Калинин симпатизировал Бухарину и лишь разговор с Сергуа Дженикидзе, со Сталиным, с Генрихом Ягодой, с Мейером Трелиссером, руководителями органов ОГПУ. Ознакомление с соответствующими документами привело к тому, что Михаил Иванович Калинин занял правильную партийную позицию по вопросу о коллективизации. Его жена Екатерина Ивановна Лорбер, эстонская большевичка, с которой он познакомился в бытность своей рабочим на заводе в Ревеле, прошла с ним всю жизнь, была в 1938 году незаконно арестована, 7 лет находилась в лагерях, в 1945 году, незадолго до смерти Калинина, ее освободили, она вернулась к мужу. Они о Екатерине Ивановне Калинине, она же Катя Иохановна Лорберг, написал замечательный рассказ Юрия Трифонов, внук Татьяны Александровны Словатинской, подруги Сталина, старой большевички и подруги Екатерины Ивановны Калининой. Михаил Иванович Калинин, член политбюро ЦК ВКПБ, член президиума Верховного Совета СССР, ушел из жизни в июне 1946 года. Похоронен на Красной площади, его жена Екатерина Ивановна Калинина пережила его на 14 лет. В память о Калинине в нашем городе назван Калининский район, где я живу, площадь Калинина, где стоит его памятник. Память об этом замечательном революционере, большевике, рабочем и крестьянине, по-прежнему жива, несмотря на то, что буржуазная власть переименовала его родную Калининскую область в Тверскую, несмотря на то, что часть улиц в различных городах и селах нашей страны также переименована, но память живет. И память эта говорит о тех огромных силах, которые есть в русском народе и которым дала возможность реализоваться октябрьская революция, большевистская партия и советская власть.